всем добрый прекрасный день так рада вас приветствовать на своем канале нашим домашним питомнике элит пэс город из патуре вот такого прекрасного мальчика по имени дэнни вот такого важного спокойного размеренного мальчишечку это просто чудо чудесно мальчик настолько спокоен степенен да он конечно может бегать играться однозначно он так умеет слушать человека и слышать что просто вот даже не передам недавно я снимала с ним видео до была у нас девушка которая интересовалась именно дэнни потому что у него очень красивый необычный окрас пускай головочку солнышко но большая благодарность ей что она проговорила все свои вопросы потому что в начале в общем-то разговор шел достаточно хороший я понимала что человек собаку и но потом что-то пошло вот так что человек начал задавать очень много вопросов это правильно это я люблю да но я услышала да я как заводчик и у меня очень много разных разных историй очень много за моими плечами временем прошло разные семьи брали разные ситуации были поэтому я услышала что именно эта девушка не готова для того чтобы купить собачку по крайней мере у нас или даже скажем не так что я не готова продать любую свою собаку а тем более вот этого красавчика дыма было задано много вопросов девушка как по мне не готова к воспитанию к какому-то терпению и так далее то есть дошел разговор наш о том что даже можно же подрезать им язык ну то бишь связки до чтобы собака не гавкала меня лаяла ну потому что ребенок там спит потому что у них там какие-то не очень хорошие отношения с соседями возможно ну что-то еще в общем для того чтобы было удобно людям а не собачки благодарна я прошу прощения никого не хочу обидеть вот но все же так немножко отвлеклась все наши детки гуляют и конечно же кто-то где-то с кем-то спорит или что-то отбирает немножечко маме мешают разговаривать ну что сделаешь они же общаются так между собой лают да но что нужно нужно всегда воспитывать кого-то успокоить возможно разделить эти костяшки или за что они там спорят ну в общем нужно что разговаривать собакой общение должно быть воспитывать вот что ты тут сделаешь вот он себе хочет лает потому что он лает но нужно сразу обратить на это внимание но в общем адекватные люди понимают да что когда вы приобретаете животное любое животное любое абсолютно неважно даже ёжика который будет пыхтеть и мешать вам ночью спать его тоже как-то нужно куда-то деть или им заниматься если уж коль вы взяли его а собачка так и тем более если она лает то значит требуется ей на данный момент это либо либо нет воспитания у вас до всегда нужно разговаривать общаться собачка вот поэтому вот наш красавчик денежка продолжает искать своих родителей мальчик черно-подпалого окраса по корпусу он черный и вот только вот такие красивые красивые у него вот без места пожалуйста вот гордый прекрасный мальчишка с купанием с расчесыванием вообще нет проблем он вот вот так вот замрет и будет сидеть конечно я стараюсь чтобы не тянуть не сделать ему больно ну для этого просто должен быть должный своевременный уход и тогда ничего не будет конечно если уже сложно справляться с длинной шерсткой то тогда конечно я советую красивую хорошую стрижечку у профессионала если вы сами не можете это сделать поэтому не стоит свою собачку делать некрасивую вот такой вот наш красавчик очень хороший мальчик прекрасного характера да золотые мои так вот маме мешают все вокруг собрались целая куча у нас места но все собрались вот здесь вы видели как они вот тут все скачут возле меня и все слушают вот такой у нас мальчик прекрасный прекрасный мальчик я вам скажу даже больше он практически и не лайк ну вот попусту вот поэтому ну как-то меня это не оскорбило нет обидела как-то наверное что что он почему люди только считают и думает о себе то есть вот чтобы было им комфортно зачем тогда брать собачку ну к чему тогда ведь он все равно может лайк опять же все зависит от вашего воспитания где он будет жить а может там такие соседи которые специально будут его дразнить да или ну ну не знаю разные бывают случаи ситуации правильно не знаю я бы за свою собачку конечно бы если это в радость вы берете берете действительно с от души с большим сердцем да с любовью к ней я за нее бы боролась и воспитывала и занималась ну как я и делаю все они подстраиваться там под соседей хотя это тоже нужно но опять же говорю это воспитание воспитание должно быть дынюшка вообще просто чудесный мальчик вот просто замечательный классный классный такой и он добряк он спокойный поиграться конечно если у вас допустим есть уже какой-то питомец и вы берете вторым с удовольствием я думаю он поиграется но он не злостный он не дерется он не ругается ни с кем он вот такой вот он уступит всегда просто нежный добрый мальчик прям такой хороший хороший поэтому с таким он характером до прекрасным поэтому когда мне вот проговорили какие-то такие вещи для меня неприемлемые я конечно сразу же попрощалась и все но я не хочу не хочу я ращу своих детей вот ну вот в красоте в чистоте да вот в том и так я хочу передать вот эти вот вот эти чувства людям которые действительно будут его любить несмотря вообще ни на что они ковырят что там лает что вот у него там что-то не так что-то не так у нас тут все так все абсолютно так это прекраснейший ребенок но который до спокойны поэтому мне вот хотелось бы именно для денег найти адекватных людей хороших но уж простите остальные люди кто-то там даже написал и защитил что а что тут такого подрезы да сейчас современный мир соседи хотят чтобы было тихо ребят если у вас есть такие соседи и не хотите там их тревожить пожалуйста не берите вообще животным вот от слова совсем не только у меня а у кого-то другого не надо портить животные не надо ну-ка как 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 быть без полаять до скажи побегать пошуметь ну а для чего вы тогда берете собачку чтобы она вот на полочке стояла выключил и все но нет собака ведь она живут член семьи друг товарищ и так далее дамы золотой вот как можно его обидеть ну как возможно поэтому я ищу своим собакам хороших людей которые будут их любить вот вот лелеет целовать дать с собой какие-то поездки на улицу а не будет она сидеть смотреть в окно и ждать пока вы придете с работы вы там чего-нибудь кинули какую-то какое-то словечко да какую-то фразу и все нет ребят хочется сказать чтобы вы подумали прежде чем приобретали животное знаете у нас сейчас вот недавно увидел объявление отдают собачку подросшему маленькую мальтезу мальчика не знаете какая была причина как я прочитала что мальчик привык жить в частном доме а мы переезжаем квартиру офигеть называется там маленький мальчик мальтийская баллонка там где не знаю два-три килограмма для них это проблема ну как же так собачки там по моему два года то есть она уже взрослая ведь вы же ее взяли любили неужели это причина чтобы вот ее отдать а причина вот у них наверно так легко как вот кто-то может отдать взять да у каждого своя история никого не хочу учить но блин ну подумайте десять раз для чего как так ну почему я понимаю если бы это был какой-нибудь алабай да вы жили в доме в частном а потом переехали в квартиру но тут да тут бы я бы может быть промолчала когда маленькая собачка и вот это неправильно друзья мы же люди поэтому не надо так поступать нужно конечно поступать по-людски вот вот этот красавчик денежка поиски самая ответственной мамочки мальчик среднего размера не крупный вообще абсолютно уже очень длинный волос легкий такой вот он прям легкий легкий мальчишечка шикарный волос волоса прям очень много классный стрижки он тоже будет смотреться хорошо потому что за волосом нужно трепетно ухаживать часто ну я же говорю если он будет сложности то можно сделать стрижечку он вообще будет статно так смотреться в стрижечке обязательно прям полностью все состригать а какие-то вот лапочки красивые да вот это все можно оставить красоту но это уже желание новых родителей вот такой красивый красивый как царь прям лежит да ты царь мой золотой красавец посмотрите курносый мальчишечка а ресницы какие у него длинные ребята очень длинные вот здесь вот сбоку очень-очень длинные ресницы красивенный кореглазый мальчик просто божественные суперски да ты мой золотой мы тебе ищем самую лучшую маму да которая готова посвятить тебе свою жизнь а ты ей так друзья кого мальчик заинтересовал по кличке дэнни пожалуйста обращайтесь есть доставочка у нас любую точку мира стоит только захотеть есть у нас золо такси есть у нас курьеры проверенные люди которые везут все хорошо все отлично они за них переживают мы конечно тоже но все детки наши доезжают в полном порядке вот такое чудо прекрасное чудо ждет вас дорогие друзья мальчик красотунчик спокойно посмотрите сколько я рассказываю я его не держу вот как он умеет слышать человек я думаю он просто просто божественно просто красивенный прекрасный мальчик я его очень люблю он прям особенный он особенный весь у нас такие побежали звоночки мальчишки это вот два мальчика наших которые два близнеца вот они шустряки такие прям вот вот туда возможно кто не хочет шума то возможно надо взять кого-то поспокойнее но тем не менее они вдвоем они всегда бегают играется ну естественно когда их двое они там могут пошуметь но на все на все нужно терпение на все нужно просто вот понимание что это собака вот так что дорогие друзья кого заинтересовал наш денежка пожалуйста обращайтесь вайпер ватсап telegram телефончик под видео шикарный просто шикарный мальчик посмотрите крепкий здоровый отличный мальчишечка вот такой прекраснейший обалденно красивый достаточно редко бывают прям такие окрасы скажи я очень красивый мальчик вот такой мальчишечка кого заинтересовал все вопросики мне личные сообщения потому что я рассказывать за него могу просто часами все дорогие друзья всем хорошего дня хорошего настроения а денежка ждет самую ответственную семью всем добра